Самые громкие распродажи. Как не попасться на уловки маркетологов? У нас есть целый ряд столов упаковки, и на одном из этих столов упаковки девушка обматывала в стрейч-пленку 10-15 метров, 20-литровых мешков удобрения. 11 ноября. Самое время закупиться удобрениями в бобтовых количествах. Помочь нельзя забыть. Казанские ученые решают проблему аутизма. Сама занимаюсь детьми с такими, сама являюсь мамой такого ребенка. В общем, аутизм – это моя жизнь, моя профессия, и то, в чем я, надеюсь, неплохо разбираюсь. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Арина Инчитайлюк. В рамках своего рабочего визита в Арабскую Республику ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с президентом компании «Модерн Групп» Уайледом Дибисом. В ходе встречи представители «Модерн Групп» и КФУ обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе и возможное открытие филиала КФУ в Египте. В Центре лимфологии Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета состоялось обсуждение результатов лечения Алены Зариповой – пациентки из Челябинской области. Все подробности смотрите в сюжете. История болезни Алены Зариповой из Челябинской области началась после вторых родов в 1995 году. На ногах периодически возникали рожистые воспаления, образовывались трофические язвы. При этом специализированного лечения Алена не получала. Врачи неоднократно говорили, что это не лечится. Девушке оставалось только смириться с недугом. Все это привело к развитию слоновости обеих ног, каждая из которых в обхвате доходила до 120 сантиметров. Кроме этого, она перенесла во время заболевания, скорее всего, нарушение мозгового кровообращения, потому что есть изменения в головном мозге. И это привело к тому, что она замкнулась. К тому моменту, когда она приехала к нам год назад, она вообще не разговаривала. Впервые в центр Алена поступила в сентябре 2020 года. Ее лечение проводилось в три этапа. Первые два включали в себя консервативное лечение. Врачи уменьшили отеки, скорректировали сопутствующую патологию. В сентябре 2021 года Алену госпитализировали на третий этап лечения в Центр лимфологии научно-клинического центра прецизионно-регенеративной медицины КФУ. В стационаре проводилось комбинированное лечение, сочетающее консервативные и хирургические методы лечения. У нее еще заболевание, еще лечение не закончено на самом деле. То есть ей требуется еще этап лечения. Ну вот вы видите, да, там еще область стопы еще до конца не очищена, не приведено в порядок. То есть у меня есть надежда, что мы продолжим через несколько месяцев и проводим и консервативные лечения, и резекционные операции по тому, чтобы привести порядок ее стопу, чтобы она могла уже одевать обычную обувь. Благодаря слаженной работе врачи добились великолепных результатов. Сейчас у Алены видны пальцы, форма ног приобрела здоровый вид. Она с большим удовольствием и много ходит. Улучшилось качество речи, она стала очень общительной, старается много разговаривать. Хочу сказать слова от своего сердца. Благодарю всех, кто участвовал в моем лечении. Хочу сказать обычные слова необыкновенному человеку, который дал мне шанс на новую жизнь. Это и гид лукомедич. И профессионализм, автимизм, добротство и забота. Сейчас Алена после долгого лечения возвращается домой. Но это еще не конец ее пути лечения. Впереди долгая реабилитация. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. В концертно-развлекательном комплексе «Пирамида» региональная молодежная общественная организация Лига студентов Республики Татарстан отмечает свое 25-летие. О всех подробностях с торжественной церемонией мы расскажем в ближайшем выпуске. А сейчас наш корреспондент расскажет с места событий о мероприятии. Лига студентов Республики Татарстан празднует свой юбилей – 25 лет. В честь этого исторически важного события в концертном зале «Пирамида» проходит торжественная церемония. Подробнее об этом смотрите в выпуске в понедельник. В этом году на 26 ноября выпал самый ожидаемый праздник для шопоголиков. Его ждут весь год. Из-за этого события в магазинах разворачиваются настоящие баталии. Речь идет, конечно же, о Черной Пятнице. Подробнее о феномене расскажет наш корреспондент. Черная Пятница – это день начала сезона распродаж. В России Черная Пятница стала распространенной лишь в 2013 году. Это один из главных праздников в году для шопоголиков. Состояние может быть сравнимо со свиданием с любимым человеком. В этот момент, конечно же, происходит гормональный всплеск, и человек буквально пребывает в состоянии такого эйфорического подъема, да, восторга какого-то. И многие, те, кто становится потом шопоголиками, именно идут вот за этим ощущением. Мы еще вчера обсуждали, да, этот момент со студентами, что вас делает счастливыми. Там некоторые сказали, что шопинг нас делает счастливыми. Ажиотаж вокруг Черной Пятницы возникает именно из-за массовости. Почему же люди совершают иррациональные покупки во время масштабных распродаж? Разбираемся с точки зрения психологии. Как бывает заражение во время гриппа, когда мы чихаем, передаем друг другу инфекцию, а эмоциональная инфекция, она тоже передается от человека к человеку. Наш соотечественник Владимир Михайлович Бехтерев, основатель первой психологической лаборатории в Казанском университете, в начале 20 века еще писал, у толпы женское лицо. Что это значит? Человек в толпе в какой-то, пребывает в какой-то эйфории, да, в состоянии эмоционального возбуждения. Черная пятница – это ожидаемое событие не только для покупателей, но и для сотрудников магазинов и маркетплейсов. К сезону распродаж работники готовятся весь год. Скажем, в ноябре мы выросли в три раза к октябрю по количеству заказов и по выручке, по среднему чеку в два раза, и по выручке тоже мы выросли очень-очень круто, именно из-за того, что и количество заказов было больше в три раза, чем обычно, и средний чек увеличился, соответственно, и по выручке мы выросли где-то там в шесть раз. Главная проблема «Черной пятницы» – это иррациональные покупки и стрессовое состояние у покупателей. Как остановить себя? Ну, возьмите, решите какую-то логическую задачку. Вспомните о том, что скоро сессия. Возьмите и просто сложную какую-нибудь теорему разберите. Найдите систему доказательств. То есть заставьте в этот момент работать свой человеческий мозг. Нельзя сказать, что на «Черной пятнице» сезон распродаж закончится. В декабре всех ожидают не менее масштабные новогодние распродажи. Роберт Хасанов, Радмир Софиулин, Универньюз. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялся круглый стол, посвященный проблеме аутизма. Подробности в нашем сюжете. В конец 90-х, ну, как бы начало 2000-х, изнаменовалось большой-большой прогресс, проект, который был такой же, как геном, это Human Brain. То есть это нейробиологически большой-большой проект, который начал исследовать мозг. В настоящее время внимание российского общества обращают на все возрастающую потребность в исследованиях направлений диагностики и сопровождения нарушений аутистического спектра. Знакомят с самыми актуальными исследованиями в контексте мировых тенденций. Сейчас со стороны Управления образования мы, со своей стороны, максимально стараемся в эту проблему вникнуть. На сегодняшний день у нас уже в 12 школах есть инклюзивные или же ресурсные классы для детей с аутизмом. В 16 детских садах у нас функционирует 24 группы для детей с аутизмом. Мы движемся в направлении не только принятия людей с инвалидностью, но и организации такого пространства в образовательной, социальной, профессиональной среде, где дети инвалиды могут учиться и общаться на равных. Целью данного круглого стола было обсуждение путей комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Республике Татарстан. Сама занимаюсь детьми с такими, сама являюсь мамой такого ребенка. В общем, аутизм – это моя жизнь, моя профессия и то, в чем я, ну, с ней, надеяться, неплохо разбираюсь. Казанский федеральный университет занимается проблемой детского аутизма в глобальном смысле. Напомним, что по инициативе ректора Ильшата Гафурова осенью был открыт детский сад «Мы вместе». В нем созданы все условия для социализации, психологической и педагогической поддержки и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. В КСК КФУ «Уникс» состоялась лекция старшего прокурора по надзору за исполнением законодательства о защите интересов государства управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Татарстан Линара Валитова. Он рассказал о профилактике незаконного оборота и потребления наркотиков. В мероприятии приняли участие заместители директоров институтов по социальной и воспитательной работе. На этом все. В студии была Арина Нечитайлюк. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!